Доробро! Должен признаться, что я из тех, кто любит писать кучу коротких сообщений вместо одного из нескольких приложений. Ну ты тварь, конечно! Но! Делаем мы это ради вас, чтобы вы могли прочитать наши сообщения даже с экрана часов. У меня на руках, например, сейчас Kessler K10 и Kessler K11, и они могут воспроизводить только в районе 80 символов, как и многие другие часы. Так что, пожалуйста! Не, я спать хочу. Теперь эти начали то же самое херню вытворять. Сволочи! А зачем нужен тогда этот значок? Какой от него толк, если он всё равно присылает сообщения? Ну, вот так, может, не будете присылать сообщения. Всё равно, сука! А что делать-то, я не пойму. Как тебя выключить? Выключение, всё, выключись. Ну а поскольку с этим мы худо-бедно разобрались, то предлагаю сравнить две этих модели, посмотреть плюсы, минусы, обсудить всё это, ну и, естественно, разыграть. Чуть позже расскажу об условиях. Ну а сейчас, к распаковке! В комплекте часы, зарядка, бумажки. И всё! А чего вы ждали? Это бюджетные часы. Но, признаться, я видел и побюджетнее. Вместе с часами мне прислали вот такие вот резиновые ремешки. И чтобы часы хоть как-то различать, то я решил то, что K11 у меня останутся с классическим силиконовым ремешком, а K10 обретут спортивный шарм с резиновым ремешком. Чуть позже я научился их определять уже и без ремешков, чисто по экрану. Потому что как бы компания не уверяла, то что K10 оснащены AMOLED-экраном, мне в это верится с трудом. Потому что AMOLED славится глубоким чёрным цветом. А тут я постоянно вижу рамки, потому что цвет здесь не чёрный на экране, а серый. И сравнивая K10 и K11, можно заметить более высокую чёткость на старшей версии, так же как и более глубокий чёрный цвет, а так же более высокую яркость. Причём различие в яркости примерно в два раза. Что играет огромную роль на улице, когда светит солнце. Поэтому то, что в K11 AMOLED-экран, я верю. Да, не проблема. Всё, похоже. А вот то, что в K10 AMOLED-экран, верится с трудом. Плюс у K11 есть режим Always On Display, что тоже косвенно подтверждает наличие AMOLED-матрицы. У K10 этого режима нет. Спрашивается почему? Зачем устанавливать AMOLED, если ты не используешь Always On? И сразу хочу сказать, что разница в цене у часов небольшая, примерно 1000-2. Хотя, учитывая цену, это огромная разница. При этом у K11 экран лучше. Сами часы больше. Больше часы, больше информации. Также у них больше режимов тренировок. Целых 20 против 13. Добавили крытый бег. Я так понимаю, это бег в помещении альпинизм, регби. Не сказать, что это прям вот супер важные какие-то спортивные режимы. Но всё равно как бы приятно. При этом я их условно называю умными часами. Потому что в мире умных часов это умные браслеты. Это фитнес-трекеры. Потому что приложение не установить, на звонки не ответить, на сообщения тоже. Ну, на мой взгляд, это признаки браслета, а никак не часов. Но учитывая их небольшую стоимость, думаю, можно простить этот недостаток. Тем более, что свои деньги они отрабатывают полностью. Уведомления приходят, причём отовсюду. Настроить можно в приложении. Называется оно Glory Fit. Скачивается как на Android, так и на iOS. И вот тут, ну, лично мне тоже не очень понятно. Потому что, если вы являетесь участником экосистемы Xiaomi, вот это Mi Ot. То почему бы не сделать одно приложение для всех гаджетов, которые в рамках этой экосистемы. Да потому что мы не можем! А то получается у нас ZEP, Glory Fit, Mi Fit, какие-нибудь там Hello Fit, Hello Fun и прочее. То есть приложений такое огромное количество, что, хотя и гаджетов тоже немало, но в чём тогда экосистема-то? Или экосистема в том, что вас Xiaomi поддерживает? То есть это не экосистема для пользователя, это экосистема для компаний, для других, типа стартап. А так сделали бы одно приложение, сделали бы нормальную адаптацию. Все бы пользовались и радовались. А то переводы бывают просто жесть. Вот это вот, чего? Или вот такая вот тема. Вы скажете, придираешься. Да, каюсь, придираюсь. Потому что, ну, за это время были такие моменты, когда они у меня кровушки попили прям пипец. Например, K11. Каждые пару часов вибрируют и входят в режим смены циферблата. То есть часы входят в режим выбора циферблата. При том, что я на них не нажимаю. То есть они просто висят на руке. И получается, периодически у меня просто вибрируют. Я думаю, что это уведомление. Смотрю на часы, а там просто... Ну, давай, сработай. Вот. А там просто вот такая вот картинка. И если задеть, то поменяется циферблат. При том, что я до них не дотрагиваюсь. Не знаю, в чем дело. Но то, как работают эти часы, это, конечно, мое прочтение. Просто... Пожалуйста, перестань. И, кстати, о циферблатах. Их много. На разный вкус. Но скачать можно только один. Скачивая новый, ты удаляешь старый. K11 тоже отличились. В какой-то момент он мне показывал одно и то же уведомление. Вместо тех, которые приходят. А в остальном, все как везде. Пульс меряют, шаги меряют, кислород фиксируют. Ночные мои какие-то там сны фиксируют. Так что, ну, все как и в других часах. Таких же браслетах, умных браслетах. И решающим фактором, на мой лично сугубо личный взгляд, является удобство. Например, я чаще использую таймер, чем функцию найти смартфон. Или настройки, которые ведут в меню выключить или сбросить часы. Но производитель почему-то быстрый доступ делает именно к такого рода настройкам. Я не знаю зачем. Может, типа, блин, пацаны, вы их купили, молодцы, но выключите, пожалуйста. Либо найдите свой смартфон и пользуйтесь им. Потому что, знаете, что нужно сделать, чтобы включить таймер? Левый свайп. Мотаем в самый-самый низ. Находим пункт «Далее». И вот тут выбираем таймер. Лично мне неудобно. Но должен сразу оговориться. Это не косяки. Это просто мой юзер экспириенс, мои хотелки. И с другой стороны, компании платят специально обученным людям за то, что те тестировали их гаджеты и проверяли их на дружелюбие. Я делаю это бесплатно. Welcome. Второй момент, который мне не очень понравился, касается анимации. Плавно перелистывать меню можно только очень медленно. В противном случае начинается какая-то просто вакханалия. Жесты не всегда считываются, либо считываются неправильно, что тоже усложняет свободные переключения по настройкам. Но если вам не нужен ни таймер, ни секундомер, то плевать на все, что я сейчас сказал. Потому что просто свайпами перелистываете карточки, смотрите необходимые данные и все прекрасно. А лучше всего смотреть их вообще на телефоне в приложении. Там тоже все как и у людей, как и у других приложений. Много разных настроек. Можно включать всевозможные мониторинги и так далее. Но лично мне все это не интересно. Мне интересна автономность. И она здесь, я вам скажу, сумасшедшая. Потому что в данный момент они у меня были заряжены неделю назад. И на данный момент у меня здесь 52% заряда. А здесь 39% заряда. Мне этих часов в среднем хватает недели на две. При том, что у меня включены все мониторинги. И уведомления. Вдобавок у часов есть полноценная влагозащита по стандарту IP68. Так что спокойно. Можно с ними идти в душ, принимать ванну, какие-то водные процедуры. Но вот в большую воду я бы с ним не пошел. То есть там в бассейн, в водоем. Потому что, ну, тем более все равно режима плавания нет. И мне кажется, что большая вода может их подпортить. А еще совет. Не мочите резиновый ремешок. Потому что он очень долго сохнет. В общем, как-то так. Если тебе часы понравились, то ссылка будет в описании. Переходи, ознакомливайся. А если хочешь выиграть какие-то из них, то... Ну, у меня здесь два варианта. Первый вариант, как мы будем делать это. Подписка и комментарий с контактом для связи. Типа, участвую. Я понимаю, что ты участвуешь. И дальше запускаю рандомайзер. Я нахожу всех. Но это будет в том случае, если моего бота не починят. Потому что разработчик не отвечает. Бот не работает. Поэтому переходи также в телеграм-канал. Если его починят, то там будет просто пост. Нажимаешь кнопочку участвует. И бот уже выберет победителей. Двоих. Которым я уже и отправлю эти часы. Так что нужно сделать и то, и то, братиш. Да, извини, такие вот сейчас дела. Павел Дуров все поломал. Прямо обновление пришло. Бот перестал работать. Так что подписывайся. Пиши коммент о том, что участвуешь. И бегом по ссылке также в описании. В телеграм-канал. Там тоже подписывайся. И как только будет, нажимаешь участвовать. У меня аж свет разрядился. Поэтому... Это он намекает, что все. Заканчивай этот балаган. Ты уже все объяснил. Как-то так. Пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этих часов. А у меня на этом все. Сау-бол!